Всем привет, с вами Денис Мейджор, сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер. Ну и конечно же главное событие текущих дней, которое мы обязательно сейчас обсудим, это Е3. На самом деле на момент, когда я записываю этот видос, ни одной презентации еще не прошло, но когда выйдет этот видос, то уже некоторые успеют и отстреляться. Но Нинтендо не успеет, и это хорошо, раз мы уж играем в Марио, то поговорим конечно и о Нинтендо, что происходит, да. На самом деле есть уже конечно в интернете полный список того, чего люди в принципе ждут от Нинтендо, точнее чего они покажут, но мы всегда знаем, что Нинтендо умеет, умеет удивлять сюрпризами. Я эту штуку возьму, сейчас попробую вот так, ага. Умеет удивлять сюрпризами, поэтому я... Поскольку меня постоянно спрашивают, а что ты там ждешь, что это самое, то я расскажу о том, что жду лично. Я безотносительно того, что они там анонсировали или не анонсировали. Поэтому я жду в первую очередь Animal Crossing. То есть я понимаю, что покемоны, все, там недавно Директ был, я там видос делал со своими тоже впечатлениями. Что ж такое, записывал. Так, и на краешке здесь постоем, нет! Ах, хорошо. Разминаемся, да. Вот, и в первую очередь меня конечно интересует Animal Crossing, может быть какие-нибудь новости по Метроиду, ну хоть какие-нибудь, ну хоть что-нибудь. Ну хоть, да, хотя бы будет, ну вообще, ну понятно, что у нас пока мало на что нам рассчитывать. Так, 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 искройся. Слушай, тут прикольно, на самом деле уровень, я вам скажу. Вот, и мне теперь сюда, 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 вот так, иди отсюда. Да, и про байонету давно ничего не слышно. И меня это как бы тоже немножко возмущает, потому что, то есть, даже уже непонятно, уже такое ощущение, а точно ли они вообще что-то говорили про байонету? Я уже как бы сейчас сижу и сомневаюсь. То есть, понятно, что если там погуглить конкретно, вспомнить, то будет, смотрите, уже конец уровня. Ха-ха, я сейчас уберу. Ага, вот тебе и не конец уровня. Уйди отсюда, уйди отсюда, конец уровня. Вот, так что байонета. И, в принципе, все. Animal Crossing, байонета, Метроид, это, в принципе, все, что интересно. Ну, и не исключая того, что уж точно покажут то, о чем они точно сказали. Идем дальше. Шахта камнеломов. Еще один момент, который все тоже вот спрашивают мне постоянно, ждут от Nintendo, это по поводу новой Nintendo Switch, что, типа, вдруг она монсирует новую консоль. Я, в принципе, уже много раз тоже говорил свое мнение по этому поводу, что, ну, во-первых, какой я бы хотел, если бы там представили, что новая Nintendo Switch, чтобы она просто была, ее производительность в портативном режиме была бы такая же, как сейчас в док-режиме. Тогда не придется ничего не менять, ничего переписывать, ничего пащить, потому что, ну, многие люди заблуждаются, думая, что вот если там изобрести, там, более новую мощную консоль, новую мощную консоль, то старые игры автоматически станут работать лучше. Там 60 FPS добавится, 4K, вообще какой-то невероятной графики и все такое прочее. Так вот, нет, это так не работает, даже несмотря на то, что примерно так, как вам кажется, работает с ПК. Ну, на самом деле, даже с ПК, на ПК не совсем все так, но дело не в этом. Сейчас про консоли. Так вот, на консолях, чтобы что-то, значит, там, какие-то новые игры использовали, возможности, новые, там, графики, новой производительности, это нужно выпускать соответствующие патчи, то есть поддерживаться, чтобы это должно быть в играх, понимаете? Конкретных игр, не то, что там один патч на все игры, нет. В каждой конкретной игре конкретные разработчики должны выпустить какое-то обновление, которое бы поддерживало, там, новую производительность. Единственное, где просто по умолчанию новая, ну, там, более производительная консоль может сработать, это либо там, где были просадки FPS, да, они могут там устраниться или быть менее заметными, либо там, где был разблокированный фреймрейт, ну, вот как недавно, например, в Saints Row, или там, по-моему, в Assassin's Creed 3 тоже такая фигня. Вот, тогда может стать получше, немножко, вот, но в остальном нет. Вот, но если сделают такую консоль, которая просто, вот, она, допустим, у него будет, производительность в портативном режиме позволять, ну, работать так же, как сейчас консоль работает в док-режиме, тогда не надо будет ничего переписывать, тогда просто консоль играм будет говорить, чувак, я подключена к телевизору, на самом деле нет, но кого это волнует, да? Вот, то есть, таким образом, игры без там, каких-то патчей, без всего будут прекрасно работать и так, вот. Но, по поводу всяких Nintendo Switch Mini, что, что-то уровень так быстро закончился-то, про Nintendo Switch Mini поговорим в следующем уровне. Человек говорит, мой уровень, просто мой уровень. Вообще, по поводу предыдущего уровня, конечно, странно, да, 20-м, что-то 1% прохождения, не такой низкий, но все-таки это, значит, 79% людей, что, не знали, что делать, играют в Детройт или что, непонятно. Вот, по поводу Nintendo Switch Mini. Значит, смотрите, сейчас, например, существует Nintendo Labo, да? А, блин, мне эта штука нужна. Nintendo Labo, там на коробочке написано, что это для Nintendo Switch. И тут выходит Nintendo Switch Mini, которая совсем не такая Nintendo Switch. Она меньше, у нее там, допустим, джеконы не отсоединяются, или даже отсоединяются, но они меньше, другой формат, то есть она не подходит для Nintendo Labo. И это скандал, потому что, ну как, на коробке написано Nintendo Switch, я купил Nintendo Switch, ну и что, что Mini? Там же не написано на коробке для всех Nintendo Switch, кроме Mini. Написано Nintendo Switch, ну и я купил Nintendo Switch, почему не работает? Вы не правы. И действительно, то есть, это будет неправота со стороны Nintendo, если бы они так сделали. Поэтому они так не сделают. Вот, потому что, да, очень много вещей окажется просто несовместимым, несмотря на то, что вроде как написано Nintendo Switch. Вот, то есть, если бы мы даже в новых, ну, Nintendo Labo недавно вышла, понятно, что если у них есть в разработке Nintendo Switch Mini, то она не сегодня появилась, да, и не вчера. Если она есть, то она есть давно. И именно поэтому, вот, даже выходящая там недавно Nintendo Labo, вполне, допустим, могли бы написать, какую-то нам оставить. Я тоже искал на коробке что-то такое, какое-то обозначение, там, only for, как-нибудь так. Кроме того, что в Nintendo Switch там ничего не написано. Так. Видали, как я сделал? Так, 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 так. Так. Но! Вот меня эта черепаха немножко смущает. Так. Ну, вот, собственно, вот сюда мы пришли. Так. И взяли одну монетку. Можем сохраниться и идти дальше. Но! Какой еще вариант? Сделать консоль, которая совместима, так скажем, с некоторыми играми Nintendo Switch. И назвать ее как-то по-другому. Не Nintendo Switch. То есть, плевать, что она будет полностью аппаратно-совместима. Аппаратно. Ну, с точки зрения внутреннего железа. Вот. Тогда это вариант. Да. То есть, тогда она будет называться, например, не Nintendo Switch, а Nintendo, не знаю, Drish. Ну, не важно. Как угодно. И тогда, ну, то есть, ты уже думаешь, ну, при чем здесь Nintendo Labo, да? Ты там пришел в магазин там жаловаться. Тебе говорят, не, ну, подожди. Тут написано совместимость Nintendo Switch, а ты купил Nintendo Drish. Она не совместима с твоей консолью. Ну, и что, что там куча игр совместима? А это нет. Тебе обещали, что именно это совместима? Нет. Нигде не написано. Вот. Это возможно. Тем более, что реально, действительно, очень много будет таких игр, с которыми эта Nintendo Switch мини, ну, какая-то, да, условная, с неотсоединяемыми джеконами. Я еще раз говорю, такой нету. Но, чисто поразмышлять, то некоторые скажут, подожди, Денис, а что, ее сделали, что ли? Нет. Вот. Не будет совместима она с покемонами. Ну, в портативном режиме можно будет играть, да. Не с покемонами, а с Марио Пати. Марио Пати. Потому что в Марио Пати там даже в портативном режиме все равно нужно играть с джеконами. Там нельзя играть... ЭЗТР. Подожди. А, мне на этом нужно прыгать. То есть в Марио Пати нельзя по-другому играть. Понимаешь? Поэтому... Это уже минус игра. Там ванту свитч тоже не будет работать. Какие у нас игры еще требуют обязательно джой-коны? Я сейчас, честно говоря, не помню. Но их, в общем говоря, они есть. Суть вот в чем. Они есть, причем нинтендовские. То есть не то, что там какие-то сторонники, чуваки, че-то выпили, они еще не знаем, да. Как бы с нашими играми совместимо все. Нет, то есть есть такие игры, с которыми нинтендо свитч мини будет несовместимо. Вот. Именно поэтому нинтендо не назовет в любом случае это нинтендо свитч, иначе будет просто полный провал. Ну, серьезно, если они так сделают, ну, это как бы реально будет очень некрасиво. И вот, знаете, вот честно, все время бесят вот эти вот привидения, которые внизу выскать. Ну, меня, в принципе, привидения в Марио бесит. А ушить это не передать как? Просто, по-моему, козлы какие-то. И зачем это здесь? Ну, это же легко сделать. Смысл? Я не знаю, я че-то, может быть, упустил. Кнопка пау, и перед ней стоит чом-чом. Прямо перед ней, типа, ударь меня. Окей. Ладно. Вот. Именно поэтому я думаю, что ждать какую-то нинтендо свитч мини это все равно вряд ли. То есть, с одной стороны, да, я бы тоже думал, что, ну, чисто портативно было бы прикольно. Ну, просто представьтесь, тем более, что сейчас у нас, в отличие от 3DS-ок, у нас же не хранятся... Подожди, а куда я? Я что-то забыл, сюда ходил? Не ходил. Ну, в смысле, ходил, но ничего не взял. В отличие от 3DS-ок, у нас все сохраненки хранятся на консоли, а не на картридже. Понимаете? Да, что же, я же говорю. Вот. Вот. То есть, когда они хранятся на консоли... Ой, на картридже? Ну, и ладно. Картридж ставил другую, допустим, консоль. У тебя есть большая Nintendo Switch, ну, обычная, есть там мини, которую ты только можешь с собой взять в портативном режиме. Можешь картридж переключать и без проблем переносить все игры, которые тебе там дороги, без которых ты там жить не можешь. Да она появилась там после того, как я прыгну. Он серьезно, как бы. А с мини так не получится. Вот. Потому что все сохраненки хранятся на консоли. Разве что там что-то в облаке придумывать, короче, это такой геморрой, что проще этого не делать. Вот. Поэтому они это не сделают. Вот просто потому, что проще этого не делать. Вот именно поэтому. Так. Идем сюда. Не, ну это, в принципе, они же вот так вот. Пим, пим. 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 Ах ты ж... нехорошие какие люди. Пим. Вот. Ага. И мне нужен... Мне нужно сохранить гриб. Понятно, понятно. Идея. Мне нужно сохранить гриб. И тогда я смогу... Пим. Так. Кстати говоря, вот есть, например, на 3DS-ке, да? Некоторые игры, которые несовместимы со старой 3DS-ке. Ну, во-первых, virtual console... Ой, нет, блин, ну мне не... Ой, ну какой отстой вообще? Да. Вот мне сюда нужно. Для этого мне нужен гриб. Нужно сохранить. Ну, например, Xenoblade Chronicles X. Это здесь, смотрите, сначала вышла железка, потом выходит игра и на картридже написано Only for New... Или как-то так. Ну, в общем, что только для New Nintendo 3DS. Понимаете, да? Это важно. Так. Как бы это... Опа! Опа, о, я сейчас-то пройду. О, прям... Прямо. Видите, надо не высоко еще было это сделать. Если бы я сделал это высоко, то как бы... Ага, привет. Так что, к сожалению, все, что касается идей по поводу мини-Нинтендо-свитч, это вот... Ну, говорю, разве что выпустить просто новую консоль. Но это сразу... А люди, а подождите, что новая консоль? Может она там мощнее, лучше, что-что-что-что? Как вообще? Вот. То есть я говорю, очень многие вещи, в частности... Так, 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 так. Хи-хи-хи! Да. В частности, Нинтендо-лаба, они привязали как бы Нинтендо-свитч конкретным габаритом, конкретной функциональности, соединяемыми джеконами. Это еще в Анту-свитч привязало, можно сказать. Вот. То есть в случае PS-виты, да, или в случае даже там DS-ки, 3DS-ки, что угодно, там не было такой проблемы, потому что, ну, просто не было такой привязки к чему-то внешнему, да? Причем чему-то, чтобы они вот сами разработали, сами поддерживали. Так. Так. Привидения, как же они меня бесят-то. Давай, уходи! Фух. Так. Не, ну тут легко. А вот тут нифига... Ху-ху, я успел. Хе-хе-хе. Поняли? Поняли, да? Вот так вот. 461 еще чего-то там у меня осталось. Просто уходим отсюда и идем сюда. И что у нас здесь? Ничего, все, конец уровня. Давайте возьмем тачдаун, что ли? Чисто так. Почему бы и нет? Потому что я могу. Неплохой уровень, чувак. Молодец. В принципе, такой нормальный, даже такой сложненький. То есть... Интересно. Ну вот, я не знаю, кто смотрел. Есть такие небольшие моменты, но на самом деле не переборщил. Не переборщил с какими-то этими дополнительными усложнениями, да? То есть, в принципе, ну, с привидениями, как некоторые. Ну, понапихают привидения, тебе отовсюду летят, и ты уже думаешь, ну, просто достали. Нет, понятно, что это сложно, ты из этого дольше идешь. У меня еще первый финиш. Это у меня рекорд. Ну, рекорд быстро можно побить, понятно. Даже я бы, наверное, сейчас переиграл, бы смог побить. Но суть в том, что нормально, хороший уровень. Давайте я звезду поставлю. Идем дальше. Не мог пройти мимо такого названия. Давайте посмотрим. Йоши's Revenge. Месть Йоши. То есть Йоши, как бы, судя по превьюшке, хочет отомстить Марио. За что? За то, что Йоши постоянно умирает, Марио пользуется, можно сказать, его... функциями. Пользуется Йоши. Какой козел. А-а-а. Ничего. Сейчас вообще как отработал? Нормально, короче, хитбоксы у игры, а? Спидран, короче. Будем воспринимать это как спидран. Давай, Йоши. Швыряйся. Ага. Ой. А это я мщу, Йоши. Хе-хе. Так. Ага. Предыдущий участок было сложнее. Тут как-то раз и пробежал. Чекпоинт! Здесь зачем? Явно уровень делался для тех, кто не играет спидраны. Типа, подожди, что же мне нужно делать? Мне нужно бежать? Нет. Лучше поиграю в Детройт. Я говорил, да, в новом мейкере у нас вот в этом, в этой графике будет уже Full HD. Я сейчас снимаю ролики по Супер Марио Мейкеру в HD. Ну, чтобы думать, какая разница? Че, все равно, если игра в HD, то есть, либо пиксели у нас, да, либо HD. Ну и зачем? То есть, сделать Full HD, чтобы лишнее гонять килобайты. Вот. А буду снимать Full HD. Хотя, пиксельные уровни, понятно, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 и Super Mario World, они будут работать, как бы это посчитать. Короче, на 5 нужно разделить. Разделите на 5, и то, и то. Ладно. Все, это конец. Серьезно, геймеры, что с вами? Дальше идем. Во, посложнее уровень. Bullet Bros, Mad Dash. Что-то странно, выглядит подозрительно. Ну ладно, поиграем. Посмотрим. Так, пока весело, динамично. Хорошо, куча пули везде будет летать. Это все? Не, ну не то, чтобы это легко, я как бы не это, но... Я сначала по превьюшке думал, что это шипы, вот эти вот белые там шипы. А, вот в чем, то есть у нас такой... и цветок не взял, и в лаву упал. А, здесь уже и не цветок, да? Вот так тебе. Вот, единственная проблема лавы здесь, что ты всегда сразу умираешь. Кстати, вот, например, в Капхеде, что было необычно, то, что там у тебя всегда, допустим, три, ну, жизни, да? Типа вот, то есть, что бы с тобой не случилось, ты в лаву упал, не в лаву, там, куда угодно, но всегда у тебя есть еще попытка, то есть, ты не можешь сразу умереть, там нету ваншотов, вот, как даже в Марио, То есть, если попал в лаву, это, ну, ваншот. То есть, ты уже не попал немножко. В принципе, мог назад отъехать. прям здесь, то есть, чувак прям сразу делает чекпоинт. В принципе, тоже молодец, у него, видите, уровень именно на уклонение, то есть, мастерство уклонения от пулек и я попался, ну, ну, блин, я не хотел. Я хотел, типа, думаю, круто будет, я сейчас, опа, давайте. на 8% не тянет. То есть, как бы, мне кажется, в Детройт кто-то переиграл. Идем дальше. Спидран челлендж какой-то. Окей, давайте. Спидран так прям быстро, чтобы вот прям раз и... окей, окей. Спидран так спидран, я че? Я ничего. Так. Это так задумано было, да, чтобы я обязательно потерял... Нормально, блин. Кто здесь боузер поставил? Слышь, чувак, ты мне спидранить мешаешь. Тоже мне. Боузер. Я так надеялся с первого раза уровень пройти. Все из-за боузера. Мне кажется, если бы не боузер, то у этого уровня было бы 100% прохождимость, ну, прохождимость, или как бы это называть-то уже, это елки-палки. А, ну, можно было отпрыгнуть, кстати, да, я что-то не подумал. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Э-ей-ей. Вот так. Чувак что-то под умол, уровень легкий получается, поставил боузера, видите, из-за этого 6 секунд. Я говорю, спидраны все-таки должны быть такими, что ты прибегаешь и прям у тебя там уже, знаете, Принес еще один уровень Написал человек Спасибо тебе человек Что принес еще один уровень Надеюсь он интересный Превьюшка прикольно смотрится Ооо Да Что-то мы такое даже играли Похоже Так А я снизу пробегать могу ведь Да Хороший ответ Но мне кажется что я могу Вот смотри так И вот так вот еще Обязательно вот эти привидения Кружат Так Это очень А у нас тут Понятно Это такой поезд у нас Трамвай Хорошо А теперь мне спуститься здесь Так Ха-ха А Да Хорошо Как это сделано Я не понимаю Вот же круто люди делают И на до уровня Мне где-то здесь нужно Найти проход Нет это не он Это что вообще Так Так А Сработало И Толку мне С этой Жизни А Еще Еще Одна Так Очень Интересная Концепция Не совсем Понятно Как и что Работает Но оно Работает Как бы Вот так Вот Я не понял Предыдущим Я хотя бы понял Там нужно как-то Зайти в определенный Вот А это видимо Просто кнопка Сохранить Если хочешь Может не сохраняться А это что Это тоже кнопка Сохранить Может это две кнопки Сохранить Подождите Ну ладно Так 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 Стойте 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 А вот И не могу Это Ага Смотрите Ноги видны На фоне Так И в чем Прикол Я Не понял А Вон Смотрите Ага Я активировал Механизм Так И что Теперь Ну Активировал Я механизм Надо может Снова Попробовать Туда А Подождите А давайте Теперь Давайте Теперь Вот так Сделаем Как Это Работает Чувак Просто Офигеть Хорошо И как Мне А Серьезно Поздно Офигеть Подожди А я наверное И здесь Так пролезу Смотрите Смотрите Хоп Хоп Не получилось Так Слушайте Этот чувак Просто Он просто Крут Это просто Какие-то Колдунства Какое-то Слушайте Так Не так Сюда Точно Не Сейчас Что-то Новое Должно Сработать Ну вот Если Вот Это Не Запутан А Подождите А что Если Я могу Вот Что Я могу Сделать Вообще Видели Такое Да Это Просто Я Офигею Просто Спасибо Чувак За то Что Вроде Прислал И тому Кто Сделал Особое Спасибо Вообще Круто Наверное Многие Люди Вообще Не поняли Че Это Такое Как Оно Работает Да Так Ну-ка Давайте Идем Просто Вот так А Тут Вот И вот Наверное Мы Сюда Заходим Ладно Так А может Сюда Я уже Просто Ничему Не удивлюсь Если Сейчас Покажут Мультик Ну Погоди Ага Так 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 Ай-яй-яй А вот И все Вот я и выбрался А вот Теперь Мне нужно То Что Меня Чуть Не Погубило Мне Нужно Теперь Использовать Как Ай Так Хорошо Вот Так Мне Не Нравится А Можно Их Всех Выключить Пожалуйста О Ёлки Блин Я Чуть Не Выпрыгнул Что Происходит Какой Трэш Да Это Вообще Так 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 Ага Так Сейчас Они Уберутся В другую Сторону А Нет Меня Сейчас Убьет Я Ничего Не мог Сделать Реально Какая Это Магия Как У него Получается Вот Делать Что По Какому-то Условию Происходят Определенные События То есть Это же Невозможно Вот так Я теперь Буду делать Так 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 Фух Я ж Не понимаю Это Эти штуки Так Быстро Движутся Или Что Фух Вот У меня Теперь Есть Интересно Сейчас Я что Достану Вот Из Этой Вот Ой Понятно Сейчас Надо будет Очень Серьезно Продумать Свои Шаги Что Мне кажется Они Немножко Противофазия Вот Нужно Что Вот Если Я сейчас Поеду Это Будет Плохо А Если Сейчас Поеду Вообще Ничего Не будет Во Вот Сейчас Давай 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 Е Так Здесь Ничего О Стоп 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 Так Так Блин Они за мной Еще и гонятся Так А если Я Ну я Надеялся Что Там Звезда А Я То Откуда Знал Откуда Я знал Что Здесь Так Работают Хорошо Наверное Нужно Просто Это Быстро Сделать Да Давайте Уведем Их Подальше Нет Ну Так Как Тут Уже Как-то Неинтересно Стало Вот До этого Было Офигенный Уровень Здесь Я просто Взял Все Обосрал Чувак Такой Делал Уровень Думал Блин Какой Классный Уровень Получается Вообще Бомба Ну Так Нехорошо Что Мой Уровень Хвалить Будут Надо Что Обязательно Какую Фигню Вставить Чтобы Реально Всех Раздражало Я Тут Маленький Остался Сейчас Нехорошо Как-то Получилось Что Делать Все Рано Непонятно Может Просто Как-то Перепрыгнуть Это Я Не знаю А Ну Вот Например Вот Так Да Так Так Можно Так Они Ко Мне Почему Не Хотя Почему Они Приклеены Так Вот Стало Просто Подпрыгнуть А Это Флаг Смотрите Там Флаг Я Прошел В Принципе Ладно Учитывая Что Там Флаг Ну Тут Опять Не Знаешь В смысле Не Флаг А Подпрыгнуть Нужно Было Ты же Не Знаешь Заранее Как Там Это Все Работает Тоже Немножко Странно Ну Кашлифанем Еще Одним Спидранчиком В Пусты Понятно Прям Сразу Чувак Думал Думал Удаться Расслабиться Не 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 Про Этот Спидран Да Так Простите Ну Как Бы Серьезно Ну А Здесь Надо Было Большим Остаться Я же Этого Заранее Не Знал Как Здесь Кем Нужно Остаться Будем Вот Так Вот Переигрывать Хорошо Здесь Приседаем Здесь Приседаем Здесь Нас Толкает На Амбразуру А Сорян Опять Прикольно А Я Не Понял Надо Наверное На себя Было Надеть Я Что-то Тут Подумал Так Вот Она Да Тут Конечно То Что Об стенку Ударяешься Очень Так Сказать Так Вот Сейчас Не Очень Ай А Можно Было Вот Да Можно Было Еще Спастись Так Вот Мы Сейчас Значит Попытаемся А А Вот И Теперь Тут Просто Надо Очень Осторожно Прыгать Так Это Это Зачем Сюда Сделали И Штала Это Легко Ладно Все Был Денис Денис Мейджор Напоминаю Что Каждое Воскресенье Снимаю Супер Марио Мейкера В остальное Время На этом Канале Выходит Различный Обзор Инструкции Переозгляды Мысли Лайфхаки И все Прочее Так Что Обязательно Подписывайтесь На этот Канал Чтобы Не пропускать Новые Интересные Видео Об Играх Игревых Консолях Ну и Также После Выхода Второго Супер Марио Мейкер Когда Я сниму Его Может быть Здесь Один Два Раза Уже Будет Это На втором Канале Который Будет Для Таких Летсплеев Лонгплеев И всего Прочего Который Называется Денис Мейджор Стрим Ну и Спасибо Всем Кто Поддержит Меня На Патреоне И Спасибо Всем За Просмотр До новых Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует